Сегодня в Мариупольском трамвайно-троллейбусном управлении начался конкурс по определению подрядных организаций, которые станут перевозчиками на определенных автобусных маршрутах в Мариуполе. Всего в конкурсе приняло участие 127 перевозчиков. Сегодня на открытом заседании были вскрыты конверты с именами участников конкурса. Определяясь победителей, комиссия будет в закрытом режиме. Как отметил заместитель городского головы Александр Голтвенко, который является главой конкурсного комитета, в этом году пересмотрены договорные взаимоотношения с автоперевозчиками и введен ряд новшеств. Так, теперь во всех транспортных средствах должен быть размещен телефон горячей линии, на который все жители смогут позвонить и выразить свои замечания или пожелания. В следующем году планируется создать автоматизированную диспетчерскую, а весь транспорт должен будет быть оборудованным GPS навигацией. Что позволит автоматизировать процесс, когда мы будем четко понимать, где находится маршрутка, вышла она на линию, не вышла она на линию. У нас уйдут такие споры, когда вы доказываете, у меня транспорт на линии, но его может быть кто-то не видит или видит. Здесь это будет абсолютно прозрачно. Эта информация будет не закрыта, она будет в открытом доступе на сайте Мариупольского городского совета с картой города, где, открыв ее, ты увидишь точечку, как перемещается конкретный автобус или конкретный троллейбус по городу. Однако устанавливать навигацию придется собственникам транспорта самостоятельно. Стоимость одного датчика составляет 2000 гривен. По словам начальника департамента транспорта Мариупольского городского совета Василия Клата также будет создана единая централизованная база водителей. В управлении будет установлено программное оборудование, весь муниципальный транспорт будет оборудован GPS-навигацией и, соответственно, в условии договора с вами мы тоже прописываем, что вы, как подрядная организация, должны будете установить за собственный счет GPS-навигацию с выводом сигнала на единый диспетчерский пункт, что позволит автоматизировать процесс, когда мы будем четко понимать, где находится маршрутка, вышла она на линию, не вышла она на линию. Последним новшеством станет введение электронных билетов. Это позволит побороть коррупционную составляющую, монетизировать проезд и решить проблему льготников. Когда вы доказываете свою правоту и говорите, мы возим льготников, льготники в ответ говорят, не ездим мы, не получаем мы эту услугу, нас высаживают с автобуса. Автоматизация этого процесса позволит полностью уйти от подобных некрасивых историй. К слову, в следующем году пополнится парк коммунального транспорта города. Как отметил Василий Клад, уже заключены договора на получение 10 трамваев, 2 троллейбусов и 15 автобусов. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова